Магаданская область в дистанционном формате присоединилась ко всероссийской неделе приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. На вопросы колымчан отвечали представители фонда ОМС, Росздравнадзора, фонда социального страхования, органов государственной службы в сфере здравоохранения и депутат Госдумы Оксана Бондарь. Отвечая на вопросы, она сообщила, что несмотря на введенные ограничительные меры, властями всех уровней ведется большая работа по своевременному оказанию и расширению возможностей медицинской помощи для граждан. Кроме того, расширен список получателей, стимулирующих выплат. Выделены дополнительные средства, чтобы стимулировать работу врачей в условиях пандемии. Мы им выражаем большую благодарность, что они работают в нелегких условиях на благо нашего здоровья. Также принято очень важное решение о том, что расширен список получателей таких выплат. Это будут ведомства, которые подчиняются Министерству образования. Сейчас очень большая нагрузка на поваров, горячее питание, много перемен работают наши повара, вкусно готовят, как говорят родители. Им, конечно, нужны стимулы для того, чтобы они продолжали работать в таких чрезвычайных ситуациях. Немало звонков поступало и от жителей отдаленных районов. В частности, Колымчан интересовала возможность пройти обследование у специалистов узкого профиля. Так, на сайте Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области размещен планируемый график и врачебный состав выездных бригад. В рамках посещения медиков жители городских округов смогут сделать УЗИ внутренних органов, а также пройти обследование у кардиолога, лор-врача, офтальмолога и многих других.